Концепция структуры мироздания, согласно которой вещество и вакуум качественно разнородны, зашла в явный тупик. Наиболее простой и философски безупречной концепцией является вихревая или кинетическая теория материи. Согласно этой концепции, всё мыслимое пространство заполнено некоторой однородной средой, единым эфиром, и в этой среде могут существовать вихри. Если эфир находится в покое, то это физический вакуум. Если эфир находится в механическом движении, то образуется вещество или поле. Эта концепция имеет мощное подтверждение, например, в экспериментах по взаимопревращению частиц и рождению частиц из вакуума. Однако построение простой механической модели эфира в рамках представления Ньютона невозможно. Но при этом история и философия науки свидетельствуют о том, что непонятные проблемы в конце концов находят простые решения. То есть должна существовать какая-то простая... Какая-то простая механическая модель эфира. Очевидно, в современных физических представлениях имеется какая-то фундаментальная ошибка, ошибочный стереотип, мимо которого наука проходит даже не считая это ошибкой. В данном трактате изложены математические основы механики эфира. Получено точное уравнение эфира. Показано, что отрицательный результат эксперимента Майкельсона является тривиальным следствием свойств эфира. Построены механические модели основных взаимодействий электромагнетизма и гравитации. Эти модели также просты и понятны, как модели физики Ньютона в пределах её компетенции. Но эта механика не физика Ньютона. Показано, что физика Ньютона, традиционно называемая механикой Ньютона, механикой не является. В ней присутствуют субстанциональные величины, не имеющие наглядной модельной интерпретации. Субстанциональными величинами современной физики являются величины масса, время, электрический заряд. Выяснен механический смысл этих величин. Построена структура электрона, как вихревого кольца в эфире. Построены механические модели электромагнетизма, а также объяснены эксперименты, приведшие к возникновению квантовой механики. Аналитически доказаны формулы, полученные наукой эмпирическими или эвалистическими методами, в их числе формула Дебройля, формула Ампера, формула Лоренца. В заключении работы вычислены параметры электрона. Масса, константа, планка, электрический заряд. История науки с позиции излагаемой концепции предстает в следующем виде. Декартом высказаны идеи о механическом характере всех явлений природы. Однако уровень развития науки того времени не позволяла решить эту задачу полностью. Поэтому математическая физика, созданная Ньютоном, оперирует величинами, которые невозможно представить в виде наглядных моделей. Описания в рамках представлений Ньютона являются описаниями в рамках субстанционализма. Поэтому 300 лет теоретической физики, описывающей поля, ошибочны. Но в конце концов, сделав круг в рамках субстанциональных понятий, физика возвращается в лоно концепции Декарта, то есть механического объяснения явлений. Чтобы понять смысл такого претенциозного заявления об ошибочности всей физики, описывающей поля, рассмотрим историю с познанием физической природы теплоты. До выяснения природы теплоты, тепловые явления объяснялись на основе существования некоторой субстанции, теплорода. Существовали даже теории, например, теория теплоты Фурье, которая оперировала понятием теплорода. Современная физика, описывающая электромагнетизм в натур-философском отношении, подобна этим теориям, изучающим теплород, так как современная теория оперирует понятием электрического заряда, то есть такой же субстанцией электрической заряженной материи. Теория, в общем, эти теории, в которых присутствует электрический заряд, должна быть вычеркнута из науки так же, как была вычеркнута из науки теория теплорода. В данном докладе рассмотрим лишь ключевые моменты теории. Прежде всего рассмотрим и сравним базовую систему величин физики Ньютона и предлагаемой механики эфира. Физика Ньютона, базовая система величин расстояния масса-время, система LMT. Но величины массы и времени не имеют модельной интерпретации, поэтому физика Ньютона является не механикой, а субстанциональной физикой. С позиции же картезианства все явления должны иметь механическую модель. Это означает, что все явления и все понятия должны быть выражены в виде функций только механических величин. Механическими величинами, полностью описывающими движения, являются энергия и импульс. К этим двум величинам должны быть добавлены расстояния, то есть все величины должны быть выражены в виде функций L, E, Q. В работе показано, что величины массы, времени и заряд могут быть выражены в виде функций L, E, Q. Рассмотрим модель эфира. Эфир – это непрерывная среда, состоящая из частиц точек, у которых, подобно фотону, отсутствует масса покоя. Но эта среда может находиться в покое. Если эфир находится в покое, то плотность энергии и, соответственно, и плотность массы равны нулю. Если же эфир движется, то образуется плотность энергии и плотность массы. Зависимость между энергией и импульсом точки эфира линейна, то есть E равно C, Q. В обычной интерпретации для фотона это означает, что энергия равна скорость света умножить на импульс фотона. Однако в данной концепции не существует понятия времени, на котором основано понятие скорости света. И величина C – это не скорость света, а просто коэффициент пропорциональности в линейной связи энергии частицы с ее импульсом. Измеряется этот коэффициент не в метрах в секунду, а в единицах фундаментальных величин энергии делить на импульс. Получено уравнение эфира. Вот оно здесь представлено. Что-то датчик уже слабый. Вектор А определяется как квадрат модуля этого вектора равен плотности энергии. Для сравнения здесь рядом написано уравнение Эйлера идеальной жидкости при отсутствии объемных сил. Но явно видно, что уравнение эфира намного проще, чем уравнение реальных средств. Предполагается, что это уравнение лежит в основании мироздания. Рассмотрим, каким образом величины масса, время и заряд могут быть выражены в виде функций механических величин. Начнем с массы. В науке Средневековья существовало понятие скрытых качеств материи. Картезианская философия боролась против скрытых качеств, стремясь объяснить их механическим движением. До Ньютона в науке не было понятия массы, было понятие вес. Ньютон ввел массу и на основе закона тяготения объяснил вес с помощью понятия массы, как притяжение тел в земле. Картезианская философия расценила это так, что Ньютон для объяснения скрытого качества вес ввел другое, не менее скрытое качество масса. Со времен Ньютона картезианцы стремились объяснить массу в качестве атрибута механического движения. Например, Лазар Карно, Эрнст Мах пытались это сделать, но не найдя такого объяснения, философия смирилась с ньютоновским понятием массы. В конце XIX века Беккерель открыл превращение массы в энергию. Некоторые интерпретаторы панически заявили об исчезновении материи. Однако с позиции картезианства это явление выражает так долго искомую картезианцами зависимость. Масса – это не субстанция, а свойство механического движения. Согласно формуле Эйнштейна, массового Е на С квадрат, отсюда сразу видно, что масса здесь выражена в виде функций механических величин. И размерность массы – это квадраты импульса делить на размерность энергии. Эйнштейна, на основе ошибочной основе относительности, получена равная формула – Е равно Эйнст Квадрат. Самым трудновоспринимаемым положением предлагаемой теории является механическая модель течения времени. Предлагаемая теория отрицает наличие фундаментальной величины времени. Как может что-то течь в пространстве, в том числе и в вакууме, без перемещения, какого-то нестанарного перемещения, каких-то величин – это нарушает все законы сохранения. И процесс изменений должен быть выражен в процессе с помощью модели какого-то нестанарного перемещения механических величин. Ну, каких-то материалных, да, механических величин. Пусть имеется система из двух объектов – А и В, пусть это будут два шарика в процессе электрического нагряда. Импульс возмущения Оля от шарика А идет со скоростью С в шарик УВ и обратно. Я сказал, что скоростью С, но на самом деле, как мы помним, величина С – это не скорость, а эффектент в рапортональности, вне связи энергии фотона с его… Значит, импульсом. Таким образом, мы получаем элементарные периоды времени, когда это 3 равно 2, 1, 1, 1, 1. Общее время, протекшее в системе, может быть определено как сумма этих элементарных периодов взаимодействия. Таким образом, мы получаем величину в реле, как функцию механических величин. И вот размерность этой функции. Чтобы получить механическое выражение величины электрический заряд в виде функции механических величин, рассмотрим вихревое кольцо. Вихревое кольцо вследствие своей структуры имеет способность к автодвижению, то есть движению поступательной скоростью в определенном направлении. Показано, что эта поступательная скорость может быть выражена в виде функции циркуляции поверхностных сил по контуру вихревого кольца. Существование циркуляции поверхностных сил вносит изменения в теоремы гидродинамики идеальной жидкости. Появляется добавка к теореме ампера, выражающей потенциал скоростей, создаваемых замкнутой вихревой нитью, то есть вихревым кольцом. Это теорема ампера, а это теорема ампера с добавкой. Это все для идеальной среды трейлеровой модели. Для эфира теорема ампера с добавкой запишется в следующем виде. Вот эта добавка, она обозначена как вектор А параллельно ЕМ. Индекс ЕМ, как будет ясно из дальнейшего, означает, что эта добавка ответственна за возникновение всех явлений электромагнетизма. И вводим гипотезу, что вихревое кольцо в эфире – это и есть электрон. Полкниги посвящено доказательству этого утверждения. На основе модели электрона, как вихревого кольца в эфире, построены механические модели электромагнетизма. Например, рассмотрим электростатику. В теории Максвелла Лоренца элементарный заряд представляет собой сферически симметричную систему. В данной же концепции элементарный заряд – это вихревое кольцо. То есть геометрически представляет собой одну силовую линию, ортогональную плоскости кольца. Что такое заряженный шар? Например, имеется проводящий шар. Если в нем имеется избыток вихревых колец, то кольца стремятся к поверхности шара и образуют в окружающем пространстве такое состояние поля, которое макроскопически воспринимается как электростатическое поле. Что такое электрический заряд электрона? Вот здесь показано одно из вихревых колец, покрывающих этот шар. Вот поверхность шарика. Вектор А параллельный ЕН при остановке кольца, он вытекает из кольца. И электрический заряд – это мощность потока вектора А параллельный ЕН через часть поверхности сферы, за которую ответственно одно кольцо. То есть заряд – это вовсе не субстанция, а механическое движение. Это характеристика механического движения. И размерность этой мощности потока в точности совпадает с размерностью электрического заряда в естественной системе единиц. Ну, построены дальнейшие механические модели. Я об этом делал доклад еще здесь, в 2012 году. Это постоянные токи. Можно показать, что теория Максвелла ошибочна. И если объяснять на ее основе взаимодействие проводников с токами, то она дает совершенно противоположное направление силы. Все объяснения, так сказать, якобы объяснения, происходят на основе лишь эмпирических формул. Вот это вот эмпирическая формула Ампера. А теория Максвелла ошибочна. Поэтому можно сказать, что не существует никакой теории электромагентизма, а есть лишь набор эмпирических формул. Предлагая гемой же теории, все нормально. Будет притяжение проводников, и аналитически доказана вот эта вот эмпирическая формула Ампера. И переходим к квантовой механике. Квантовая механика создала метод описания, но никаких моделей явлений она не строит. В данной работе построены механические модели основных явлений. Аналитически получена формула для стационарного движения вихревого кольца в эфире. Вот она тут представлена. Это радиус кольца, это масса энергии кольца, это скорость кольца. Ка – это момент импульса среды, вращающийся вокруг круговой оси вихря. Если ввести гипотезу, что этот момент импульса равен аж перечеркнутой, почему-то неправильно отобразилось, а радиус кольца – это λ на 2π, то это формула для стационарного движения вихревого кольца, и формула Дебройля в точности идентичны. Таким образом, уравнение, полученное Дебройлем эвристически, без каких-либо доказательств, представляет собой уравнение стационарного движения вихревого кольца в эфире. На основе этой формулы произведено объяснение основных экспериментов. Я пропускаю, ввиду недостатка времени объяснённый принцип неопределённости Гейзенберга, объяснена спин электрона, объяснена физическая природа света, и немного мы задержимся на теории относительности. Все понимают, что теория относительности – это химера с головой льва и телом козы, но никто не знает, в чём ошибка. Ошибка в том, что плотность эфира, находящегося в покое, равна в точности нулю. Никаким прямым экспериментом не может быть обнаружен объект, плотность которого равна нулю. С позиции физики Ньютона эфир даже не является объектом, так как у него отсутствует масса. Почему же теория относительности математически так верна? Как объясняет, например, постулат Эйнштейна о постоянстве скорости света во всех системах отсчёта? Объяснения у Эйнштейна нет. И мы посмотрим. С позиции данной теории, во всех экспериментах, где мы измеряем скорость света, на самом деле мы измеряем не скорость света, а коэффициент пропорциональности в линейной связи энергии фотона с его импульсом. То есть фотон движется не со скоростью света, а движется так, что отношение энергии фотона к его импульсу всегда постоянно и равно С. То есть величина С – это одна из самых фундаментальных, это первичная константа мироздания. И это вовсе не скорость света. И переходим к вычислению параметров электрона. Итак, электроны представляют... В последние 5 минут. Итак, электрон представляет собой лихревое кольцо в эфире, то есть конструкцию, несколько подобную, изображённую вот здесь. Это изображение получено с помощью программы Маткат на основе точных методов для идеальной среды. Однако, вследствие свойства истинной сверхтекучести поле вихревого кольца в эфире будет несколько отличаться. Истинная сверхтекучесть означает, что потоки эфира могут протекать друг сквозь друга. Например, вот существовали два потока так, они могут протекать друг сквозь друга. Более правильное представление о поле кольца даёт вот это вот изображение. Как происходило вычисление? Значит, вот формула уравнения электрона. Все величины, входящие в это уравнение, экспериментально известны. Но модель электрона, как вихревого кольца в эфире, даёт возможность и теоретическое вычисление этих величин. Пишем формулу для массы, пишем формулу для момента импульса, и третье уравнение, уравнение связи между параметрами вихря. С – циркуляция, и Р – это радиус элитационной полости, П0 – давление в эфире. Из трёх уравнений определяем эти три неизвестных и подставляем их в формулу для заряда, которая не связана вот с этим вот уравнением. Ну, как производились вычисления? Вот это, например, для массы. Вот здесь для всех там есть. Только для массы, например, мы рассмотрим. Строится вот такая программа вычислений. Она вводится в маткат, составляя таблицы и графики. Графики, вычисленные значения примерно по порядку величин близки к экспериментально ожидаемым значениям. Но всё-таки, значит, есть отличия. Вот давление тут вообще находится в пределах, но потом выходит за границы. А заряд где-то на порядок больше, в 10 раз. Чтобы убрать это расхождение, использовалась модель сверхтекучей среды. Но здесь уже точных методов в науке пока не существует. И производились такие оценочные методы. Определялась точка пересечения трёх поверхностей. Поверхности С, П0 и Р0. Определялась эта точка приблизительно. И на основе её производилось вычисление заряда. И вычисленное значение заряда отличается от экспериментально во всём диапазоне лишь на плюс-минус где-то 15%. Вот это величины константы электрона. И в заключении следует сказать, что простота концепции и объяснение на основе и этой концепции огромного числа фундаментальных проблем современной физики укрепляют уверенность в том, что найдена глубинная структура мироздания. Научное сообщество, по-видимому, ожидает такую теорию, которая является продолжением и модернизацией теории относительности и квантовой механики, то есть теорию очень сложную математически и невразумительную физически, но излагаемая концепция отрицает ТО и КМ и строит другую, более простую и естественную математику. Главный вывод работы – эфир существует, но не в такой форме, в какой его ищет наука со времён Декарта и Ньютона. эфир не описывается в терминах физики Ньютона. Спасибо за внимание. Вопросы? Владимир Викторович, Вы пытались какие-то единицы измерений предлагать для тех фундаментальных параметров, которые Вы вводите? Для импульса, который традиционно измеряется как Ньютон на секунду, допустим, Вы какую-то единицу применяете для него. Для L, я так понял, метры остаётся, а вот для энергии, для импульса… Для фундаментальных величин должны быть свои единицы, независимые ни от чего. И, конечно, импульс будет измеряться не в гетонах на секунду, а просто должна быть единица, фундаментальная импульса. Да, например, так, я её обозначаю один и… Ну, это вопрос уже как бы дальнейший и не так существенный. Но это должна быть единица первичная, ни от чего не зависящая. А метр остаётся для L, да? Да, метр и… А для энергии? Джоуль. Джоуль, так сказать. Строение эфира, вот коротко, это Амер, шарик… А я же сказал. Строение эфира, коротко, это Амер, шарик или, так сказать, что вы… Никаких шариков, никаких конечных размеров, среда непрерывна, то есть делима до бесконечности. А строение эфира, вот какое, по-вашему, где-то… Это как он устроил? Нет строения. Нет строения, да? Какая может быть структура, если среда непрерывна? Непрерывна. Спасибо. Следующий. Я так понял, что вы говорили, что при вихревом движении в Торе сам Тор способен к самодвижению. Да. Вы не могли бы пояснить, как это самодвижение организуется? Об этом я могу… Большую лекцию… Большую лекцию не могу, это наоборот, короткую, но ясно. Ну, здесь у меня нету, я могу… Я это делал, кстати, вот тут, на прошлом докладе. Я доказал это свойство, доказал теорему о циркуляции поверхностных сил. Так, ну, что еще сказать? Мне только надо… У меня эта формула доказана… Вот такая формула. Скажите, пожалуйста. А? Вот то, что вы доказали эту формулу. Предполагается ли движение кольца вне наличия других колец? Вне, где оно… То есть это может быть сам Тор двигаться непосредственно без наличия других Торов. Да, конечно, это называется автодвижение, то есть способность самодвижения. Так, поясните. Это может быть метод и есть, да? Нет, всегда должна быть среда, в котором… Конечно, можно, но у меня вот книги тут есть, вот книги тут есть, все тут есть. Нет, среда… Об этом я делал в несколько докладах, и тут делал доклад, и в несколько докладах. Самый большой доклад я делал на полтора часа, это в МГУ. В МГУ. Да, там много… В МГУ. В МГУ. В МГУ. В МГУ. В МГУ. Такой вопрос. Я могу вам это объяснить. Вот вихрь, он в вихревом кольце, этот вихрь он искривлен, то есть, если вихрь искривлен, то он… А вихрь – это как бы натянутая нить, это резинка упругая. То есть, он действует… Вот если часть вихря, действуют две силы вот сюда вот, и, следовательно, на эту часть вихря действует сила, направленная к центру вихря. Да? Да. Алло. Спасибо. Вы слушаете? Чтобы скомпенсировать эту силу, этот вихрь должен двигаться, чтобы возникала вот эта сила, это Жуковского, противоположная этой силе, направленной к центру, возникает сила, направленная от центру. Это и есть способность к автодвижению. Математически все абсолютно безупречно. Это точно. Нет? Да? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы употребили понятие плотность энергии. Да. Находясь в парадигме в системе понятия Ньютона, я вижу, что видел всегда энергию как потенциальную энергию, энергию положения и кинетическую энергию, как энергию движения. Дальше появилась энергия связи между элементами и энергия вращения. Я всегда представлял себе совокупность энергии, как представленная в этих четырех модусах. Когда вы говорите о плотности энергии, что подразумевается? Классифицируется ли она в этой системе координат, или она является чем-то совершенно другим? Это кинетическая энергия и все. А если накладывать... Что первое слово проси? Кинетическая энергия, то есть энергия движения эфира. То есть все-таки вращение или передвижение то, что вы утверждали? Или волна. А волна подразумевает наличие элементов, связи между этими элементами и передачей энергии без передачи вещества. Во-первых, я вам скажу, что полностью все понятия должны быть пересмотрены. Например, фотон, свет — это не волны. По каждой из этих тем я могу делать лекцию на час-два. По моей концепции свет — это и не частицы, и не волны. То есть свет — это, по моей концепции, это прямое... Если возникает возмущение в эфире, то они способны к самостоятельному передвижению в пространстве без трансформации кинетической энергии в потенциальную, как волна. То есть связь между этими энергиями вы не рассматриваете? Нет. Если говорить о потенциальной, то я там объясняю. Потому что потенциальная энергия — это вовсе не энергия, а возникает, если при наложении полей двух вихрей, там возникает изменение давления. Это и есть потенциальная энергия. То есть если мы вихри сближаем или не сами притягиваются, то накладываются их поля и возникает... То есть происходит перераспределение давлений, и это и объясняет явление возникновения... А что такое плотность энергии-то, я чувствую? Плотность энергии? Да. Вы употребляли плотность энергии. Ну что это? Ну вот через А. Ро С квадрат. Через А квадрат. Ро С... Вот это А. Ро С квадрат. Так. Ну вам. Ну я не свой вопрос, я другой задаю. Так. Вот вы пишете, что принципиальная невозможность обнаружения эфира. Но существует физический вакуум, который имеет измеряемые физические параметры. Вопрос такой, что эфир и вакуум выходят, это разные вещи, но тогда что такое физический вакуум? А какие это имеет измеряемые физические параметры? Ну волновое сопротивление, магнитная проницаемость, электрическая проницаемость. То есть физический вакуум имеет измеряемые физические параметры. эфир не имеет ничего так эфир это не физический вакуум тогда что такое физический вакуум вот собственно или тогда эфир имеет или эфир это тот же вакуум эфир это физический вакуум то же самое да, он способен передаче электромагнитных не волн, я их называю не волны а возмущение в эфире они у него есть измеряемые физические параметры, вот в чем дело значит нельзя сказать что это вообще ничего это физический вакуум который имеет измеряемые физические параметры, значит это материя такая же как унитуда собственно просто мы щупаем не так, но это материя потому что это материя, но только масса плотность массы эфира равно нулю а вот Клюшин в своем докладе доказывает что эфир имеет сумасшедшую плотность по массе ну пожалуйста не, ну я просто говорю что поэтому вот то есть я понял так что эфир это физический вакуум одно и то же спасибо ну так вот из темы доклада я понял что как бы вы говорите что эфир это неосязаемое и неописуемое такое вещество которое мы не можем никак описать и в то же время говорите что у него вихревая природа то есть что там то есть он имеет вихревую природу то есть правильно я понял или нет нет только если мы вносим энергию тогда откуда мы энергию переносим откуда как внесем так и и появится там эфир способен только потенциальному движению и поэтому потенциальное движение может быть распространено хоть куда не ну тогда эфир эфир он имеет какую-то природу передачи энергии то есть вихревую волновую то есть какую конкретно я говорю что что фотон свет это и не волны и не частицы это эфир способен к прямой передаче возмущения без без трансформации кинетической энергии потенциальную то есть это не волна то есть не волна и не вихр и ничто а как тогда энергия проходит она тогда проницает безо всяких так сказать ну ладно спасибо так вопросы еще есть нет я могу вам рассказать структуру фотона но это не на презентации а в книге позвольте с определенностью фотон имеет нулевую массу по поле фотон ну если у него энергия он не может существовать какая у фотона масса покоя это определенность есть какая-то в вашей тренировке фотон не может существовать в покое он если остановится то превратится на пол пути к остановке в другую какую-то энергию промежуточную не понимаю о чем энергия движения энергия покоя причем нулевая я правильно вас понимаю а нулевой энергии покоя по вашему как я понял ее нет она равна нулю правильно я вас понимаю если фотон остановится фотон ну чему-то другому отдаст энергии фотон эфира да или как фотон есть фотон это порождение эфира фотон или это отдельная частица в сравнении вот с существующими представлениями эфир это возмущение в эфире эти возмущения имеют энергию хорошо это домашнее задание у меня такой вопрос еще простите такой вопрос относительно возможности остановки времени это как времени по моей теории вообще не существует это такое же понятие как теплород теплород существует нет то есть это это как можно сказать а электрический заряд существует то есть это нет материи а есть это в моей теории это объяснено механическим движением я должен вам сообщить что существуют статьи в интернете в которых ставится под сомнение существование электрического заряда и занимаются этим организация целой возможно вам интересно познакомиться с этими работами но это еще не все если не возражаете относительно теории относительности вы ее все зачеркиваете или частично математически у ней такие сногсшибательные совпадения что ее просто так зачеркнуть нельзя но физически она же ошибочна никаких четырехмерных пространств тем более искривленных не существует это сто процентов хорошо я видел у вас формулу е равно mc квадрат вы ее выводите в рамках вот своей вы можете на пол доски вывести вывести сейчас да может отдельно или нет в письмах возможно долго никакая там что-то сделать не надо по-моему мне так кажется извините потому что все равно сразу это с дентогатской непонятия минуточку минуточку преобразование лоренца как у вас с ней знаете вы как разнес преобразование лоренца скажем бриллион у вас у вас через одну формула напоминает формулу дебройда к тому же вы отстроились от того что есть в науке или перемешали все это как это у вас я сложные вопросы задаю нет например я вам могу привести лишь аналогию теория теплоты фурье очень точно описывала ну почти все но тем не менее оперировала понятием теплорода вас это удовлетворяет нет вы с теплородом вы согласны я я просто наверное это было намного раньше меня теплорода ну и раньше меня тоже простите а вот энергия ровняет рот с квадрат это же прямо из общей теории относительности нет это не ясно формулу как свои пять пальцев ну ладно а насчет пространства вот теория по моей теории существует пространство абсолютное трехмерное оно заполнено эфиром все тела вот допустим тело все тела состоят из вихрей из конгломератов вихрей эти тела движутся вот в этом абсолютном пространстве это пространство абсолютное мы обозначим эль а это обозначим как пространство вещества эль штрих то есть при движении тел в оси эфир изменяются размеры этих тел и соответственно изменяется ум и ход течения времени тут меняется но это пространство разное их смешивать нельзя как Эйнштейн из них слепил одну конструкцию их смешивать нельзя это разное пространство поэтому формулы Лоренца верны и почти все математические соотношения теории относительности верны но сама теория Эйнштейна полностью не верна часть то есть верна ну и последний вопрос вот вы говорите нитоновское понятие массы да я знаком с работами Мякишева Мякишева это из учебника для школьников в книжке пишется что современная наука не знает до сих пор что такое масса общего я в том числе и ньютон ну и что можно что хотите сказать есть массы сейчас употребляются в научной литературе масса покоя масса поперечная продольная электромагнитная и так далее и так далее вы с какой массой имеете дело я вообще не с какой я предлагаю изъять это понятие вообще из науки как этот коэффициент имеет постоянное значение лишь физике ньютона параметры если рассматривать ее полностью то я предлагаю совсем изъять это понятие это характеристика понимание спасибо не существует по вашему движение по инерции при сохранении параметров существует движение по инерции при сохранении параметров движения айси это называется еще не к кинетической массы вас бывает огромное количество попыток к изменению состояния с изменения параметров состоянии вот и все и поэтому вас огромное количество и масса покоя масса движения масса вращения и магии и дар я предлагаю совсем выбросить этот термин он имеет значение только в механике ньютона где при малых скоростях от других смотрение более сложных явлений он то есть то есть еще раз при других скоростях кейт дьютоновских существует движение по инерции то есть а инерция понимает как движение при сохранении параметра движения или нет движение которое не воспринимает ускорение да ну для того чтобы его изменить нужно на него воздействовать а она сопротивляется так как она сама по себе движется по инерции отсюда появляется понятие меры изменения вот этого попыткам изменить эти параметры это является кинетической массой по крайней мере вот меня так учили я это так понял а кроме этого имеется потенциальная энергия энергия положения там энергия связи энергия вращения и совокупность всех этих энергии представляет собой энергию любого объекта интегральная совокупность вещей которые вообще спас на самом деле способны перетекать из одного в другое это целостный континуум где к существованию каждого определяет существование других или то что я говорю о химии не но измени если если массу исключить каким вы понятием хотите заменить то есть вот эти все явления то есть или что я сказал все должно быть выражено лишь в виде функций расстояние энергии и и все я в самом начале что не существует других вещей и масса не выражено в виде функций расстояние энергии и инфекции